Итак, у Омска новый мэр. Горсовет большинством голосов Единой России разыграл комбинацию. По мнению фракции КПРФ и Амичей, выборы главы города были срежиссированными и заранее спрогнозированными. Как назначали, а не выбирали градоначальника? В нашем сюжете. Одна из главных тем последнего заседания городского совета в 2021 году – назначение градоначальника Омска. Итог выборов не стал ни для кого неожиданностью. По мнению коммунистов, он был предсказуем изначально. Принимать участие в этом, по их словам, фарсе. Компартия отказалась и в знак протеста покинула зал заседания. 35% наших избирателей проголосовало за КПРФ. И только на 8% Единой России. Но, еще раз хорошо подтверждаю, хорошо разыгранный спектакль, когда побеждают два единоросса, и коммунист от политической партии КПРФ не проходит в последний турфиниша. Поэтому это считаю просто фарсом или профанацией, как хотите. Мы встаем и уходим. Мы продемонстрировали наше неприятие выборов, которые комиссия выбирает два человека, уже в конце, из 26 человек. И потом большинство голосов Единой России дает голос своему же человеку. Наша фракция за прямые выборы, то есть от народа, за них. Отметим, кандидат на пост мэра от коммунистической партии Российской Федерации Михаил Федотов не дошел до финального этапа. Попытка коммунистов снять с повестки заседания вопрос о выборах мэра не принесла успеха. Нарушение регламента считают народные избранники от КПРФ. Председатель Корбут отказался даже поставить вопрос на голосование. Именно это, уверены коммунисты, говорит о том, что выборы были срежиссированы, а на пост мэра заблаговременно подобран удобной власти человек. Фракция правильно сделала, ушла с этого единороссовского междусобойчика. Мы предлагали в повестку дня изменения снять первый вопрос о выборах мэра, так как отсутствует кандидат от КПРФ. Но председатель, стоящий в нарушении регламента, даже не поставил наш вопрос, наше предложение на голосование. Он ответил, все равно не проголосуют. Поэтому мы ушли правильно. По словам депутата коммуниста Ивана Ивченко, о назначении нового мэра города многие омичи пока даже не догадываются. Это один из минусов непрямых выборов городского главы и возможные негативные последствия с подручной властной верхушки системы отбора кандидатов горожане ощутят намного позднее, считает он. Фракция КПРФ и в городском совете, и в законодательном собрании не раз поднимала вопрос о возврате народных выборов. То, что происходило сегодня, больше похоже на хорошо отрепетированное шоу. Это формализм, то есть так называемые выборы мэра города Омска. Хотя это никакие не выборы, это назначения. То есть все согласования были давно заранее проведены в Москве. Ну и вот сегодня официально город Омск получил Сергей Николаевич Шелеста в лице городоначальника. Наши товарищи в законодательном собрании выходили с законопроектом о прямых выборах мэра. Мэра города Омска. То есть та система, которая сейчас действует, она является, по нашему мнению, неприемлемой. Не менее важным вопросом стало планирование городской казны. Бюджет Омска на следующий год дефицитный. Доходы городской финансовой кормушки в будущем году составят почти 23 миллиарда, расходы – 24. Таким образом, дефицит превысит 1 миллиард. Как и следовало ожидать, главный документ города был принят большинством голосов правящей Верховной. Фракция КПРФ проголосовала против. Это позорный нищенский бюджет. Вот сопоставьте. Доход мэра избранного – 23 миллиона. И бюджет – 23 миллиарда. То есть тысяча таких вот, как Шелест, и все. А что миллионному городу остается? То есть полная нищета и разруха для большинства и междусобойщик для меньшинства. Это нищенский бюджет. Это самый позорный бюджет из городов-миллионников. Бюджетные средства не рассчитаны на многие социальные статьи. Одна из них – здравоохранение, финансовая поддержка которого так необходима омичам сегодня. Но есть еще и другие сферы, обделенные решением депутатов, проголосовавших за нищенский бюджет. Это культура и спорт. У нас всегда выделялись незначительные суммы на спорт, на культуру. Бюджет для нашего муниципалитета очень низкий. Все-таки у нас седьмой город по численности населения в стране. И, конечно, этих средств недостаточно, чтобы город развивался. То есть, это действительно бюджет выживания. Да, этих средств хватает, чтобы выживать нашему муниципалитету. А чтобы развиваться, конечно, нет. По мнению коммунистов, окончание года в стенах городского совета выдалось не самым удачным. Совсем не народный мэр и далекая от любых ожиданий финансирование Омска. Однако фракция КПРФ, несмотря ни на что, будет и дальше продолжать борьбу за достойную жизнь города.